Суэцкий канал. А соединил два океана, Тихий и Атлантический. Одними из первых изрядно помучались из-за отсутствия водного пути через Панамский перешеек испанские конкистадоры во времена покорения Америки, уж больно тяжело было вести награбленное у инков золото через джунгли, болота и горы из основанной ими Панамы в город Портобело, откуда галеоны шли к берегам Испании. Мысли о том, чтобы соединить океаны, при этом появлялись давно, но только в конце 19 века идею стали воплощать в жизнь. Во главе начавшегося в 1881 году строительства Панамского канала встал французский дипломат Фердинанд Лесепс, ранее в 1869 году, с триумфом завершивший прокладку Суэцкого канала. Его репутация была столь же велика, сколь огромным вышел скандал в связи со строительством канала в Панаме, настоящая финансовая катастрофа, крупнейшая в истории Третьей Республики, сопряженная к тому же с большими человеческими жертвами, около 20 тысяч рабочих, умерших от малярии. Проект оказался нежизнеспособным, расчеты неверны, а Лесепс, и без того в то время уже находившийся в преклонных годах. Во время расследования и суда и вовсе помутился рассудком, и вскоре ушел из жизни. Панамский скандал, это словосочетание стало нарицательным и теперь зачастую используется в связи с крупными аферами, не поколебал решимости довести все же дела до конца. На этот раз уже не Франция, а США стали главными инвесторами и владельцами проекта, который вновь был запущен. С учетом всех ошибок, в 1904 году под руководством инженера Джона Фрэнка Стивенса, 10 лет спустя основные работы были завершены, и 15 августа 1914 года по каналу прошло первое судно. После некоторых доработок официально Панамский канал, чья общая длина по суше и морю составила 81,6 километра, из них водный путь 16,4 километра, был открыт 12 июня 1920 года. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.